Смотрите, это мой талончик в мою поликлинику на сдачу анализа крови. Да, я знаю прекрасно, я прекрасно понимаю людей, которые не хотят ходить к врачам, и я прекрасно понимаю причины. Я проводила опрос среди подписчиков и клиентов, и я могу сказать, что достаточно большой процент вообще не хотят ходить к врачам, и там разные причины. То боятся подцепить что-то, то врачи некомпетентные, неграмотные, то еще там черти что, непонятно чего. Но я же хочу в этом видео рассказать о том, что очень важно проходить обследование. Даже банальная анализ крови, мочи, биохимия, это очень такие важные анализы, которые позволяют вам хотя бы приблизительно понимать, на каком свете находится ваш организм, как он живет. Может что-то там у вас с гемоглобином, может у вас с белком, либо еще что-то, может у вас какая-то искрытая инфекция. Даже банальный анализ крови, он может это выявить. Да, есть человеческий фактор, там, врач некомпетентный, либо просто вот попалось, что настроения у него не было, там, ну как-то так сложились обстоятельства. Но тем не менее нужно ходить к врачам, и я призываю ходить к врачам. Siberian Wellness это БАДы. И все программы, все консультанты, все врачи в компании, которые составляют программу, говорят о том, что БАДы это не лекарство. Консультация с врачом обязательно. Прежде чем пропивать тот либо иной БАД, нужно проходить обследование, сдавать анализы. Это будет идеально. Здесь на руках ваши обследования и анализы. Вы всегда их фоткайте, и мы можем сделать запрос врачам в компанию. И эффективность лечения повышается в разы. Потому что есть некоторого плана и противопоказания в БАДах. Например, синхровитал 4, есть противопоказания камня в желчном. Здесь нет, это можно принимать, но нужна подготовка. Вот, например, первый месяц вы пропиваете ИПАМ 4, а со второго месяца уже синхровитал 4. Если же вы синхровитал 4 с первого месяца, возможно, у вас будет желчь отходить, и камни начнут двигаться. Это такой нюанс, о котором важно знать. Если у вас камни в желчном. Тригельм. Если у вас камни в желчном, вам противопоказан тригельм в целом. Если у вас удален желчный, тогда тригельм пропивайте. Вот такие вот небольшие, кажется, ерундовые моменты, но тем не менее, они очень важны. И это нам позволяет узнать только обследование у врачей. Я вам расскажу о своем примере. Я вот сегодня сдавала анализ крови, мочи. Завтра я иду к доктору, женскому доктору, пойду проверяться, смотреться, что у меня там. Потому что тоже всевозможные есть заболевания, репродуктивная система. И нужно тоже ходить, проверяться обязательно. Гинеколог один раз в год стабильно. Лучше два раза. Стоматолог. У меня есть две дырки, я все тяну, тяну. Но я как обычный человек, я тоже тяну. Но я понимаю, что мне уже тянуть некуда, и я пойду. То есть я вот сейчас в ближайшие дни буду записываться и пойду. У меня проблема со спиной. Я записалась к врачу, буду делать снимок. И, соответственно, буду проверяться со своей спиной. У меня печень. У меня был мононуклеоз в детстве. У меня была немножко увеличена печень. И уже пора посмотреть, что с ней. Потому что печень умирает медленно. Она не имеет никаких окончаний нервных, ничего. И она умирает очень медленно. И главное поймать в тот момент. Поэтому УЗИ печени обязательно делайте. Ребят, делайте обязательно УЗИ печени. Раз в три года, а лучше чаще. Раз в год стабильно. Чтобы понимать, как изменения происходят в вашей печени. У меня пролапс сердца. Да, у меня там створка какая-то больше-меньше. Не суть, но мне сердце тоже нужно проверять. Последний раз я делала УЗИ два года назад. Но тоже мне нужно в динамике проверять. А увеличилось, либо уменьшилось, либо что. Потому что у меня тоже сердце болит. И мне нужно магния на постоянке принимать. В общем, здесь такие нюансы. У каждого из нас есть какие-то косяки. И обязательно нужно обследоваться и проходить обследование. Это очень-очень важно. И я вот этим видео хочу вам донести, что да, БАДы это, конечно, классно. Но без банального анализа крови, мочи, без обследования врачей, без пульпации, без всего этого, очень сложно принимать БАДы и подбирать дозировки и т.д. и т.п. Витамин Д3. Разные дозировки. Если вы будете пропивать профилактическую норму, вы не пополните свой уровень витамина Д3. Нужно, соответственно, знать, сколько вам не хватает и просчитывать дозировку, сколько вам нужно в месяц для того, чтобы вы пришли в норму. А это сдается анализ на витамин Д3. Сдавайте анализы, проверяйтесь, смотрите, заботитесь о себе, потому что никто, кроме вас, о вас не позаботится. И я настоятельно рекомендую, прежде чем приходить на консультацию к консультантам Siberian Wellness, да и в целом куда-либо, пройдите банальный анализ мочи и крови, посмотрите, что у вас там. Возможно, у вас противопоказания есть, либо вам надо немножко другую сферу. Возможно, вот вы пришли ко мне с суставами, а у вас сердце, вам нужно срочно что-то делать с сердцем, там суставы могут подождать, и тогда уже надо работать с сердцем. У меня есть диагностический тест, который я даю своим клиентам, он выявляет основные проблемы в сферах, которые есть, там нервная система, эндокринная система, сердечно-сосудистая, да, и т.д. и т.п. И тогда уже приблизительно понимаешь, где какой косяк, но тем не менее, дополнительно с врачами обязательно тоже консультироваться. И даже если вам консультант рекомендует что-то, то обязательно консультация с врачом, и об этом все говорят. Но есть другая крайность, есть примеры, когда человек идет к врачам, говорит, что вот я хочу принимать новомин, а говорит, что это все фуфло, бады, и вот просто негативное отношение к бадам. Есть такие врачи, которые реально негативщики в отношении бадов, они не принимают и не понимают важность. Такое тоже есть. Тогда проконсультируйтесь с другим врачом. Найдите 2-3 врача, проконсультируйтесь с разным, и вы уже тогда поймете, нужно вам это, не нужно. Проконсультируйтесь. Потому что разные люди, много субъективщины. Кто-то вам скажет, что бады классно, окей, бери. Вот у меня клиентка ходила, и наоборот врач порекомендовал бады сибирского здоровья. Она пришла у меня, приобрела, она уже была клиенткой. Наоборот порекомендовал. А есть врач, который наоборот будет говорить, не надо тебе это. А есть врач, который скажет, зачем тебе Siberian Wellness, сибирское здоровье, возьми там какую-то другую, потому что он там, например, является тоже партнером. Всегда анализируйте, проходите обследование у разных врачей. Всегда смотрите, где, как, чего. И тогда у вас здоровье будет лучше. Потому что после 30 здоровье начинает, первые звоночки разваливаться уже после 50. Это вот моя мама как-то сказала, что вот ей 50 стукнуло, все. И у нее там вот это вот заболело, вот это заболело, вот это. А я вот сейчас чувствую, что мне 30 лет, и да, я уже разваливаюсь тоже. Но, тем не менее, надо как-то себя держать. Надо проходить обследование, нужно все это делать. И немножко мы обобщим, что БАДы не являются лекарством. Да, это травы, да, это минимальные побочные эффекты. Да, вот если взять, допустим, лекарства, там побочки дофигища, то в Siberian Wellness и в БАДах они минимальные. Да, это натуральный состав, да. БАДы, они классные, и их можно. Но тоже мы должны подходить к этому с умом. И наше главное правило не навредить, а максимально помочь своему организму. Поэтому врачи, консультация рекомендована. БАДы рекомендована. Если оно совместно, если оно вот в таком вот симбиозе работает, то это будет просто офигительная польза и результат у вас. Меня зовут Анна Побока, мой чат здоровья по ссылке в описании, переходите, добавляйтесь. Ссылка по запросу, потому что я борюсь со спамерами, я вручную одобряю и добавляю. Поэтому не бойтесь, добавляйтесь ко мне в чат здоровья. Я рассказываю о продукте, о здоровье в целом. И в целом я все это рассказываю. С вами была Анна Побока, увидимся в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok